Всем привет! Меня зовут Кучин Кирилл. Я являюсь разработчиком спиннингов Нарстрим. Ну и, собственно говоря, вот это наша первая серьезная рыбалка в этом году. Еду я под город Саратов по приглашению Петра Денисова, спортсмена, чемпиона, ну и просто хорошего человека, половить там пред-пред-запреты рыб. У нас сейчас самый конец апреля, несколько еды запретов. Хотя, собственно говоря, я на этом верхнем участке не был ни разу. Я еду совершенно спокойной душой. Потому что еду я, как я уже сказал, в гости к Игирю. А Петр этот участок, предохранилище, знает великолепное, ведь в принципе на этом участке он сделал личный рекорд, рекорд бала по привезенному весу рыбы. То есть, уверен, что даже если что-то не задастся весна, рыбалка какая-то у нас будет. Ну, что-то рановато, на секо мы бы вылетали. Да и теплее здесь, чем в Москве. Салют. Домчал. Привет. Все, добрался. Ну, дорога была нормальная. Всем привет еще раз. Короче, что вечер, сейчас отдыхать, спать, завтра с утра на воду. Все, ездим, поедим, да как бы спать. Два сколько вставим? Давай не рано. Договорились. Все, мы кушать и спать, а завтра утром на воду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До запрета 4 дня половодие в самом разгаре. Ну, и мы что-то пытаемся тут выискать. Окунь! Окунь! Рожий. Копчушка. Копчушка, да? Слушай, можно коптим? А он уже коптил? Да найдем. Ладно. Найдем нормально, мы коптим. То есть, есть лучше окунь гораздо. Прям сильно лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно я не буду пустить это в фейсбуке? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время, говорит, не щучим у него. Ну, судачий, блин. Ты снулась где-то только что. Да, это нет, не так. Если еще плеть, ты снился, ты ее уберешь. Поверь, сразу. Я к тому, что развод был большой. Вот это рекорд. Слышишь, егер, учись, учись, какую рыбу ловить надо и как. Честно, в рот. Да. Это просто провал, Гущин. Да я вообще не имею крупную рыбу ловить. Откуда? Гущин крупная рыба, это прям антонима. Вот она. Вот она почему так плохо. Она атаковала и промазала. И я ее подбагрил. Маленький-маленький струк. Астраханский пузанок. Это же не щука. Да. Обрати внимание, это 128-й поинтер. То есть полноценный такой, для хорошей рыбы. Но этой мелочевке пофигу. Тихо, 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 тихо. Свечку хочет сделать. Короче, на Волге думала, сильно думала. Мы зашли в протоке, половить жерешка, попробовать. Ну и потом, может, в озеро заскочим. Подергаем там, что-нибудь потвичим. Там щучка может быть такая, некрупная. А то уж более некомфортно. Волна большая на реке. Вот только я сказал, что зашли попробовать половить жерешка с первого же заброса. Бах! Сначала поклевочку, ударчик, потом сел. Ну, я... Да, в самой прям струе. Здесь струя делает поворот такой веселый. Сиденье двух струй идет по протокам. Ну вот, здесь крутится жерешок. Вот он, красавчик. Сойдет? Ах ты, блин, язычок себе проколол чутко. Все, давай. Там конь нормальный такой. Дай пацан. Триундел не больше. Снимай. Да, даже трешки нет. Ты мне выдашь? Нет. Ну, ладно. Ну, есть. Ну, трешка. Не, хорош. Не, не трешка, Кир. Трешка, трешка. Нет, не трешка. Ну, взвесь. Пожрать не дай своей джерихане. Сколько ты грамм? А? Сколько грамм ставил? А ты и жри, иди. Сколько грамм ставил? То есть вот эта трешка, да, по-твоему? Ну, три с полтом. Ты бы за четыре килограмма. Ты чё? Взвесь. Так, к офтальмологу пойдёшь на обследование. Чего не сделаешь для того, чтобы объяснить, что ты прав. Там не больше трёх с половиной. Но кто-то, а нет-то господин Денисов, упирается. Я так мягко говорю, упирается. Что, в нём больше? Если в нём больше, я китайский лётчик, и, значит, тогда в своё время я поймал уверенно сильно за пятёрку, хотя думал, что там, ну, пять максимум. Сейчас. Не работают у меня весы. Мне не работают весы. А ты что, без весов приехал? Ты, вот егерь, понимаешь, егерь, егерь, без весов. Всё. Не будет вам веса, потому что батарейки. Дело, значит, не батарейки. Значит, дело в этих весах. Опа. Сейчас. Отклимается, понимаете? Разгар половодия. Образуются вот такие вот ручейки, обраточки, мощные струи, и в них периодически впарываются очень хорошие жереха. Самое главное, пробивать нижнюю границу толще воды. А это удобнее всего делать джигом. Да, Кирилл? Да. Ну, что ж ты не делаешь-то? Сейчас у нас хирург. Хе-хе. Это зелёная осетрина. А я-то уж обрадовался, думал, тащу приличную рыбу. А это зелёная осетинка. О, молодец. У Стива. Кать, смотри, прикол. Они в одном месте стоят. И жирик здесь. И судак, и щука. И всё с одной точки. Вот они такие протоки. Апрельские. Когда уже так тепло. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 он не хочет свечку за кодичка приятненький даже маленький щучка такая странно вроде да она еще повиняется должна уже два скопьем наверно по 3 блин свободу узенька вот так вот мы избавляемся когда на волге дует мелкое жабье решков и всякую прочую нечесть на деле обалденный интересный момент очень такой один вроде вот протока особо не идти мне замечательно три вида рыб в одном месте судак но правда вот сколько два забагрена не клеит вообще щука активно достаточно и жерех не исходя с точки с одной садовом месте сколько поймать исходы и обрезы и обрывы поэтому прикольно продолжаем но недолго сейчас попробуем поехать другое место щука может быть покрупнее приехали типа щучье место прям самого-самого мелика наверно метров с двух что-то мелкая села сейчас пошло кто-то здесь ловится десятки по утрам и вечера ну вот она десятка смотрите вот она вот она гущины просто нормальные места в принципе привозить нельзя пускать потому что вот вот привезли реально место с трофейной щукой реально на днях здесь поймал на 10 200 на 11 700 но и чего вот вот-вот привез нормального человека с полезным и гущин ты давай там рыбу лови молодец три дня до запрета осталось пошел сейчас подъем воды и максимальный прогрев потому что погода стоят жаркие вот одно из как раз классических мест для поиска рыбы водозапретный период на подобного типа водохранилища поскольку идет прогрев воды он можно можно показать вон у нас плывет куст вот таких кустов поутру когда выходишь рано плывет много это часть там берега тростника который подмывает вот соответственно по основному руслу волги идет очень сильное течение мы сейчас если будем ловить там на джик не опустим не 60 не 80 грамм потому что максимальные глубины несет мусор течение там вот подобные фрагменты они идут также и в толще воды и по дну а судака сейчас цель совсем другая он готовится к нересту ему нужно беречь силы и нет смысла держаться на максимальной струе поэтому он придерживается именно такого типажа места если посмотришь коса это по сути коса который имеет ярко выраженное подводное продолжение вот эта коса экранирует канавку который находится за ней от основного русла то есть здесь гораздо меньше течения сюда набивается корм сюда набивается бель и соответственно за ней подходит сюда потому что в период преднерестовой судак реально активно кормится ну короче классика жанра встаем по косе работаем со стороны не основного русла сейчас утро а острове скорее даже не по косе сейчас утро поэтому мы скорее будем вставать внутрь канавы и у нас будет бровка канавы и правая бровка это та которая граничит непосредственно с волгой сейчас посмотрим попробуем все дали течение может быть будет нам счастье в общем-то я здесь не мельчу полка тор 30 100 потому что смысл как бы ловить на более легкую нет никакого самые легкие веса которого мы здесь ставили были собственно говоря грамм 25 твор уже с ними справляется там 25 приманка все видно все чувствуется вот поэтому не надо по такой рыбалки по такой воде ставить до 40 грамм до 60 из 30 100 у тебя закрыт практически весь джик тяжелый вот это вот весенние предзабреты по большой воде ну что-то мелкая села без особо сильного удара подозреваешь какой-нибудь маленький бершик или микро судачок идем с плавом по 15 метрам течение здесь не сильно а вот вот первая поклевка и зовет прям да по самый сам красавчик с трофейной рыбы тебя кто привез потому что ловить не умеешь беда то в этом на самом деле беда всей этой передачи в том что кто-то не умеет ловить и этот кто-то обратите внимание привез тут трофейную дочку давай на свечку давай на свечку свечка давай на свечку давай давай даже батареamel neredで была якобы нервничка ну коври духовbridge ох� чтоまぁ индивидуэк я не сошла бы приехали туристы из москвы поймали все пойдем домой это же трофейный судак саратовский вот он вот он то зачем мы под 1000 верст ехали заел смотри хорошо такой вот он весенний трофей максима 804 м аж до 42 грамм жерих говоришь осторожная рыба жерих боится всех да по поводкам жерих дратути дратути не жерих не жерих благодарю я большая рыба видел ты повторяешь ох ты вот это монстр монстр саратовского водохранилища вот за этой рыбой мы сюда ехать вот он спасибо егерь мы наконец-то поймали судака по честному в рот а то все щуки жериха скучно суда сюда красавица вот он мой трофей эх зеленый а то бы голову отрезал бы на стенку приду трофей волгоградского водохранилища дедушку виде не балует коматозная рыба резкостью поклевок здесь водичка холоднее гораздо и она не сказать что прям колотит жабенок отболевшая после нереста плавники покуцаны и уже отъелась видишь у меня желать и рыбка до отъелась плотно так вот тащая как лыжа весенние щучка но уже с полным животом кого-то она тут натрепала да жаби хвост давай давай чеши отсюда ну чё опять что-то нормально села это конечно не трофейка но уже за счетик за счетик жаба машкой мотай сам ты жаба оба ты сначала вытащи щас я ещё не подвёл а не елки-палки она подбагрилась вон уйдёт винтом она поэтому-то сопротивлялся это маленькая жаба я уже обрадовался она решила фу болен молек очередной молек на городском водохранилище в общем судакам нам не везет никак пытаемся пытаемся ловится откровенная мелочь вот радует одно радует что щука зашевелилась поэтому ну и жерих собственно говоря как бы весенний жерих это классика жанра в протоках поэтому будем наверное акцентироваться больше на нем завтра завтра крайний день завтра поймут щуку и жерих ну сюда посмотрим конечно шансов не хочет капризно а а а а а а и а и и и Субтитры создавал DimaTorzok